Предпраздничные награды. Сегодня в Доме правительства участвовали успешных и трудолюбивых жителей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Череда праздничных мероприятий начинается здесь, в купольном зале Дома правительства. Каждый год накануне дня рождения столицы горожанам вручают госнаграды. В этот раз отметили заслуги 31 человека. Медики, строители, преподаватели, а еще писатели, телеоператор. Многие из них из зала Дома правительства выходили уже в звании заслуженных работников республики. Врачу Федерального центра травматологии сегодня вручили благодарность президента на счету Игоря Журавлева с сотней операций. Высокую оценку своего труда я расцениваю как высокую оценку моих коллег, их труда, их бессонных ночей, их вклад в развитие здравоохранения Чувашской республики, в развитие здравоохранения Российской Федерации. То, что награды, заслуга всего коллектива отмечали большинство из приглашенных. Вот и директор Национального музея Чувашии в ответном слове выразила признательность своей команде и пообещала реализовать еще немало проектов. В отрасли культуры Ирина Менщикова-Аксакал. Звание заслуженного работника – стимул двигаться вперед. Это нас вдохновит на создание новых экспозиций, на то, чтобы мы работали гораздо больше с сообществом, с нашим. Я хочу разделить эту награду со своими коллегами, с которыми я работаю уже 10 лет директором. Коллектив Чувашского национального музея всегда находится вот впереди музейного дела. Ну, он является, конечно, методическим центром. Заслуженным экологом республики стал руководитель ботанического сада Александр Дмитриев. Именно он создавал Красную книгу региона, а еще стоял у истоков заповедника Пресурский и Национального парка Чуваш в Армане. Вот эти достижения экологов надо, чтобы и дальше развивались. А для этого надо развивать экологическое образование и воспитание. Хотелось бы Чуваши превратить край красоты и счастья. Среди награжденных не только жители города. Благодарность главы республики вручили председателю Красночитайского сельхозкооператива «Коминтерн». Я работаю руководителем Сельскохозяйственного производства на Кооперативе «Коминтерн» 24-й год. Ну, трудовую деятельность тоже в этом же хозяйстве начала. Не жалея своих сил, энергии, в общем, все, работаю на благо своего коллектива. Трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, неравнодушные люди – это главное наше богатство. Михаил Игнатьев отметил, что личности пишут новые страницы истории и развивают экономику региона и города. Облик столицы республики за последние годы улучшился. В Чебоксарах реализуют инвестиционные проекты, реконструируют дороги, возводят социальные объекты. Уже в День знаний откроется кадетская школа и парк. Мы горожанам, жителям Ново-Южного района сказали, это будет самое востребованное красивое место. И общаясь с горожанами и утром вечером, я сегодня убеждаюсь в том, наши слова подтверждаются на деле. Горожане видят все это. Это была захламленная территория. Глава республики поздравил награжденных с Днем города и пожелал новых побед. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.